Рисованный мультфильм «Невидимка» рассказывает о девочке Чика и ее щенке Го-го. Ей примерно 5 лет. У нее круглое лицо, большие глаза, нос, пуговка и светло-русые волосы. Она одета в бирюзовое платье с белым воротничком. На голове – белая панама с розовой лентой. На ногах у нее белые туфли с пряжкой. На плече она носит розовую сумочку. Ее щенок – песочного цвета с рыжими пятнами на спине. Она живет в провинциальном городе с разноцветными каменными домами, высотой до трех этажей. Около домов растут зеленые деревья, на подоконниках стоят ящики с цветами. На тротуаре есть специальная тактильная дорожка желтого цвета, которая помогает незрячим ориентироваться. Ультфильм начинается. На белом фоне появляется цепочка следов. По тактильной дорожке вдоль забора идет щенок, которого на голубом поводке ведет девочка. На заборе появляется название фильма с синими буквами «Невидимка». За девочкой идет мужчина в коричневой кепке и куртке и серых брюках. Он толкает ее, срывает с ее плеча сумку и убегает за угол. Щенок бежит за ним и тянет за собой девочку. Щенок ныряет в дырку в деревянном заборе. Девочка с размаху врезается лицом в забор. Она ощупывает ушибленное лицо и трогает доски забора. Из дырки в заборе дует легкий ветерок и шевелит подол ее платья. Девочка опускается на колени и ощупывает края дыры. Ветерок дует девочке в лицо. Девочка пролезает в дыру. Она попадает в абсолютно темное место. Позади нее из дыры в заборе пробиваются солнечные лучи. Девочка делает маленькие робкие шаги. Она наступает на какой-то предмет. Он катится от нее. Девочка садится на корточки и ощупывает предмет. Это веточка. Девочка прислушивается к звуку капель, встает и идет в сторону звука с веточкой в руках. Она взмахивает веточкой и та превращается в волшебную палочку. Она освещает все пространство вокруг. Девочка оказывается возле дома, под окном, с навесным ящиком с цветами. Девочка ощупывает палочку и находит на ее конце звездочку. Взмахнув палочкой и слегка дотронувшись до лба, девочка преображается. На ней одежда волшебницы, фиолетовая остроконечная шляпа, фиолетовое платье с накидкой капюшоном и башмаки. Она идет вдоль дома, ощупывая стену рукой. Становится светлее. Девочка во что-то врезается. Она ощупывает этот предмет, это высокое дерево рядом с домом. Девочка продолжает свой путь и слегка взмахивает палочкой перед собой. Со звоном перед ней появляется несколько столбиков. Девочка идет вдоль забора. Столбики заканчиваются и начинается каменная стена. Мимо пролетают белые голуби. Девочка стучит палочкой по стене. Появляется большая стеклянная витрина. Девочка подходит к ней и принюхивается. Она улыбается от удовольствия. За витриной появляются булочки. Выпечки становится все больше. Появляется вывеска «Хлеб». Девочка поворачивается. Перед ней открывается большая деревянная дверь. Из двери выходит женщина с пакетом хлеба. Она проходит мимо девочки. Девочка шагает, постукивая по стене палочкой. Навстречу девочке выходит женщина. Девочка принюхивается, и женщина превращается в цветок с огромными розовыми лепестками вокруг головы. В воздухе летает множество цветов. Мимо проходит мужчина в плаще и шляпе цилиндре. Он курит трубку и выпускает облачка дыма. Мужчина сворачивает за угол. Девочка следует за ним. Рядом со стеной возникает металлический мусорный бак. На его крышке клубок бежевого цвета. Он падает к ногам девочки. Она осторожно обходит его. Девочка садится на корточке. Клубок превращается в котенка. Котенок трется о ее ноги и спину. Девочка улыбается. Котенок испуганно убегает. Ускоряя шаг, девочка идет по тротуару, вдоль которого постепенно появляются разноцветные дома. Девочка проходит мимо птицы с длинным клювом, которая долбит асфальт на проезжей части улицы. Мимо полужи проплывают машины, похожие на рыб с курительной трубкой во рту. На тротуаре появляются странные существа. Большой тигр в зеленой куртке читает книжку «Седая мартышка в розовом платье». Жеребец в голубой куполке, желтый цыпленок в шляпе цилиндрит кенгуру в розовой куртке. К ним подъезжает большой желтый автобус, похожий на рыбу. Девочка поднимает голову. В небе проплывает синий кит с белой грудкой и белыми зубами. Он выпускает облака пара. Он машет множеством небольших синих плавников и летит среди белых облаков высоко над лестрым городом. Ветерок от проплывающего кита шевелит одежду и волосы девочки. Она замирает с открытым ртом, зажмурившись и заткнув уши руками. К ней бежит щенок с сумочкой в зубах. Волшебная палочка падает на тротуар и превращается в сухую ветку. Цветные дома становятся серыми. На девочке вместо одежды волшебницы снова бирюзовое платье. Девочка гладит щенка и нащупывает в его зубах сумку. Щенок подает девочке конец поводка. Она берет его, встает и идет по тротуару. Высоко в небе над городом летит самолет. На фоне нескольких рисунков появляются финальные титры на китайском языке. На невысоком дереве, обняв его руками и ногами, сидит воришка с дыркой на штанах. Из булочной выходит мужчина с пакетом, полным хлеба и открывает дверь прямо перед носом девочки. Девочка обнимает щенка.